Девушки отдыхают И находится наш батальон, наши роты А база находится у нас в Волчевске Находимся мы в бригаде Мозгового Его подразделение Часть его подразделения Начинал я еще с самого начала Вообще, еще стрелок приезжал на нашу базу Именно когда мы его встречали И вот он взлавил все это движение То есть Славянск Потом Ямполь, Северск, Лисичанск Ну, Горловке мы там базировались немножко Как бы я там, но, там, боевых там не принимал А уже потом, когда мы переместились в Волчевск После Лисичанск Когда оставили Ну, хочу сказать, что стратегический принцип Лисичанск правильно было отставить Потому что на тот период Было вооружение очень минимальное Вообще ничем было Ишли танки У нас против танковой ручья Были максимум все Не было ни с чем защищаться Потому Лисичанск пришлось оставить Вот Но переформировавшись сейчас Мы очень хорошо остановили Когда было Дебальцево взято Вот, то есть, как раз, получается На тот период у меня было сотни оказателей Сейчас уже батальон организовался на том месте То есть мы остановили их под Дебальцево Как стали там И уже дальше не пустили Потом вот это И даже бы, если бы не вот это перемирие, скажем так Они уже вывешивали белый флаг Дебальцево И пытались уходить уже И, в принципе, на тот период у нас было возможно Силы И, скажем так, ну, кураж своего рода Движение вперед Ну, так получилось Сказали нет, нет, остановились И вот сейчас как бы топчутся на месте Алчевск, нет В Алчевске боев не было Алчевск не обстреливался Вот, в основном Мы на передовой выезжали На передовой, да Там, где мы стоим Бои у нас не прекращаются И сейчас ведутся Обстрелы мирного населения Каждый день У нас каждый день Есть потерпевшие Погибшие, раненые Соблюдается ли Минский договоренность Украинской стороной? Нет, конечно Абсолютно нет Они ведут Так же, как и вели Единственное, что Нет моментов наступательных То есть бронетехника Как, если раньше Выходила на наши позиции Велись с ними Ожесточенные боицы, скажем так То сейчас они не выходят Они просто обстреливают Техника не переходит Ездят У них там Савушки, ноны И по-тяжелому обстреливают Командиры и его бойцы Уделяют особое внимание людям Которые оказались в сложной ситуации Помогают восстанавливать разрушенные дома Заботятся о подшипных учебных заведениях Всячески способствуют решению Насущных проблем Одиноких людей Преклонного возраста Пенсионеров Матерей с маленькими детьми В поселке Вергулевка Недавно был открыт Пункт медицинской помощи В нем принимает специалист Который готов оказать экстренную помощь Ну на данный момент Сейчас немножко нормализовалась Эта ситуация Как бы со светом Были перебои Были несколько дней Здесь было на грани В общем Катастрофы То есть не было света Несколько дней То есть могли бы и трубы Расходиться И в этом плане Много чего могло бы Плохого быть Ну на данный момент Сейчас вроде как Восстановили свет Вода отдала А то не было воды Долька с неделю Наверное не было Сейчас вода вроде Восстановилась Свет восстановился Но в принципе Тяжеловато конечно К сожалению нам не удалось Лично познакомиться с бойцами Часть из них на передовой Ребята в расположении Были заняты нарядами Большинство из них Жители Донбасса Но есть и граждане других стран У нас есть сербы У нас есть французы Есть бразилец Ну с Россией есть Приезжают Ну большая часть конечно Местного населения То есть Ну я воюю давно И как бы со мной Еще с Славянской У меня много Ну по области С Донецкой области Очень много Ополченцев со мной С горловки частности Очень много Главная сила армии Народных республик В уверенности в победу Бойцы стоят на защите Своей земли с вооружением Которое прошло Отечественную войну Встречаются музейные экземпляры На ходу Есть брошенная техника Украинской армии Единственное В Ямполе мы отбили Там 4 метра Но они были В ужасном состоянии То есть Скажем так Больше Второй мировой войны Лично мое подразделение Я лично допустим Не встречал Честно говоря Но допустим То что приходили к нам И шли колонны Видели флаги Именно-именно Поляков Вот и шли Вот польские Мы видели И как бы Просговаривали по-не нашему Наши виды на блокпостах Но Это местное Население доложило Например допустим Моя разведка Не видела Видели только Моя разведка Я видела когда Как колонна и шла Именно с ихним флагом Полностью колонна и шла До Дебальцева И как бы Оттуда сказали Что были наемники Но непосредственно я Не буду врать Не встречал Мы победим Здравие мысли Главное придет Скажем Всей так называемой Украине Она увидит Что такое хунта И как под ней живут Сейчас люди И я думаю Что наше правительство Которое Так называемое Сейчас Новороссия Она тоже Увидит нормальных людей Объединит их всех В одно В один флаг Оксана Волчонок Телеканал Новороссия Город Алчевск Луганская народная республика Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok